Давай, я тебя сначала спрошу, как ты сюда попала, с Дальнего Востока? Да. Ты изначально вообще из-под Владивостока, да? Из-под, далеко из-под, 500 километров от Владивостока изначально. Да, кстати, мне сказали, что мы здесь в Германии встретились, оказалось, что мы землячки. Марина тоже училась во Владивостоке, и я также, да. Я попала сюда, я приехала сюда работать. Изначально я закончила университет во Владивостоке, потом защитила диссертацию кандидатскую по биологии. И потом сюда приехала в университет, в город Константс, на Подровском озере, работать постдоком. Постдок – это изначальная позиция для молодых ученых, после того, как ты защищаешь диссертацию. И потом я здесь работала, все время собиралась ехать домой-обратно. Ну, как-то так же сложилось. Встретилась здесь своего мужа, он сказал, пожалуйста, не уезжай, или я поеду за тобой. Да, ну вот так вот все время. Он готов, да? Ну, говорил так, да, первый год. В двух словах могу рассказать еще раз. Как бы на курсы языка я сюда приехал, да, то есть изначально. То есть все это оформлялось по студенческой визе. Я получил приглашение с университета здесь, в Германии. С этим приглашением я обратился в посольство, получил визу, приехал, оформился и начал учить. Тут жилье обходится примерно, ну не жилье, а имею в виду полностью все проживание. Тут растраты месячные. Месячные растраты где-то на уровне такие минимально. У тебя будет уходить где-то 650-700 евро, то есть это по-любому. Это так самый, такой самый минимальный, как бы минимум, который должен быть у человека, который сюда приезжает. Ну или он может тут его тоже как бы зарабатывать, потому как находиться здесь, учиться, то есть такая возможность. То есть в принципе студенты, кто сами себя обеспечивает, то они все работают тут. И вот эту сумму в принципе возможно зарабатывать в месяц, чтобы себя тут полностью самому обеспечивать. Мы живем в Томске. Я по образованию архитектора, у меня мастерская степень. Всегда работала в дизайне интерьеров. Но последний год работала вместе с мужем в паре. Мы делали всякие приложения для iPhone, iPad устройств. А он закончил тоже политехнический университет в Томске, тоже с мастерской степенью. И мы затеяли смену работы с переездом. А так как я была уже свободна, я начала шерстить интернет по поводу вакансий в Германии на английском языке. Потому что немецкий язык мы оба не знаем вообще никак. Нам очень повезло с тем, что Германия сегодня проводит специальную программу по привлечению высококвалифицированных кадров в свою страну. Программа заключается в том, что вы просто находите работу в Германии. Если работодатель с вами заключает контракт, вы можете без проблем поехать жить в Германию на любой период. Сначала вам дается виза национальная. И в течение трех месяцев на месте уже вы должны получить эту блюкарт. В чем еще преимущество этой программы? Это то, что работать сможет не только основной заявитель, но и его супруг-супруга. И на все про все ушло три месяца. Ровно три месяца. Что дальнобойщики ищут работу не по газетам, интернете в Европе, а на паркингах. Если кто-то ожидал, что я буду подробно расписывать, как с коллегами чай заваривается, или кофе, или что-нибудь покрепче. Но это не ко мне. У меня не о том канал. На самом деле, все довольно примитивно. Конкретно в моем случае дело было так. Вот там мы и пересеклись с коллегой, с украинцем. В разговоре он поделился со мной информацией. И вот той фирме, на которой он сейчас работает. И еще о других фирмах. Вот. И именно его информацией я воспользовался, когда вернулся в Украину. Созвонился с человеком. Кстати, дал мне номер человека, юриста, который занимается там оформлением документов. Посредник, скажем так. И вот через эти контакты я связался с работодателем. И на данный момент у меня есть разрешение на работу. То есть я могу хоть сегодня выезжать в эту страну и начинать работать. Но вопрос в том, почему я не выезжаю в данный момент. Я жду вид на жительство. Временный вид на жительство. Вид на жительство, годатайство мне уже одобрили. Осталось только получить ID-карту. Где-то обещают в течение месяца. С того, что я все время мечтала учиться в границе. И мечтала все время быть не так, как все. Мечтала что-либо такое сделать, чтобы как-то я пришла домой и сказала маме, что я хочу бросить меня вверх, хочу поехать в Германию. Конечно же, мою мысль и мое желание с первого раза меня одобрили. И его одобрили только, я не знаю, на какой раз. Но это того стоило. Я выходила с сентября на курсы по немецкому. Просто для того, чтобы понять, что такое немецкий язык. Потому что до этого я еще не знала. Потом я еще где-то три месяца учила. Уже сдавала, я сделала экзамен в Москву. Проходила какое-то собеседование. Потом получала вид. Короче, я делала все это одна. И как-то все так реально быстро закрутилось-завертелось, что я даже не помню, как все это так быстро случилось. И уже 3 июня, и я уже лечу в самолете в Германию. Для меня это было чем-то нереально. Я не знаю еще, навсегда ли тут я или нет. Возможно, через лет 5 или, может быть, 4-3 или, может быть, 10 я сменю, не знаю, страну своего проживания. Может быть, я обратно поеду в Россию. Может быть, я еще не знаю. Но пока мне здесь все нравится, мне здесь все устраивает. И это классно, ребята. У меня такая сложная немножко история с Германией, потому что я изначально приехала первый раз в 99-м году, как ОПР. А что такое ОПР? ОПР – это международная программа молодежная. Когда ты попадаешь в семью в качестве, как мне сказали, как будто старшая сестра, ты будешь в семье. Я поехала, повелась на эту утку, потому что на самом деле, если говорить своим языком нормальным, то это гувернантка. То есть гувернантка – молодая девочка, которая сидит с детьми по 5 часов в день примерно. Ну, не больше 30 часов в неделю. А что-то вы это получаете, да? Да. Ей платят карманные деньги. Там на тот момент еще были дойчимарки. И мне платили, кстати, больше, чем обычно. Вместо 100 марок в неделю я получала целых 120. Да, я была крутая. Я была на самом деле очень крутая ОПР, потому что мне очень повезло с семьей. И они мне снимали отдельно квартиру. У меня тусовались все подружки там, с которыми я познакомилась в течение. И ты, да, и ты посещаешь еще немецкий курс, курсы немецкого языка. За этот год у меня была цель на самом деле выучить немецкий язык и поступить в университет, потому что, как я узнала, образование в Германии выше бесплатно. Я, побывав в ОПР, достигла своей цели, в принципе, выучила немецкий, поступила в университет на экономический факультет здесь, в Германии. И осталась еще у нас следующих 4 года. Познакомилась со своим мужем немцем. Сейчас у нас тоже двое детей уже. На сегодняшний момент я сколько уже лет в Германии? Я приехала в сентябре с 2010-го. Значит, уже 6,5 лет. Следующая программа, четвертая, она очень крутая. Это возможность работать для студентов летом в Германии. Немногие знают, к слову сказать, что немногие знают, что в Германии есть такая возможность. Если вы студент одного из вузов, например, стран СНГ, Украина, Россия, Белоруссия и так далее, то у вас есть возможность на летних каникулах приехать в Германию и зарабатывать очень хорошие деньги. Например, вы можете заработать за один месяц около полутора тысяч евро и при этом работать 3 месяца или 4. То есть это очень крутая программа. И если вы для этой программы необходим также уровень немецкого, желательно B1. С уровнем B1, B2 вы найдете работу без проблем. И вы приедете сюда, заработаете очень хорошие деньги, например, для поступления потом в ВУЗ. Это было в далеком 2009 году, как сейчас помню, 1 марта. Но началось все несколько раньше. Началось все с того, что я какое-то время очень долго и упорно затротила в одну онлайн-игру. Тем, кому сейчас больше 20 лет, возможно, не знают. Называется эта игра Ragnarok Online. Тогда это была очень популярная игра, сейчас это прошлый век, в нее вряд ли кто-то уже играет. И в гильдии познакомилась я со своим тогда будущим мужем. Сначала мы просто общались, потом перешли на скайп, потом стали созваниваться. Потом в итоге я добралась до магазина и купила свою первую вебку. И через сколько? Ну, через полгода, наверное, я приехала к нему в гости в Германию. Мы потусили вместе неделю. И после этого, вы не поверите, через неделю мы решили пожениться. Вот. Ну, это было несложно. Да. Так что да. Если кто-то хочет переехать в Германию, можете выйти замуж. Когда я приехала первый раз в Германию, я никому не рассказывала. Как вы дома об этом, естественно, все знают. Я рассказала только одной подружке. И то, это было так, что мы зашли в магазин, я увидела книжку о том, почему я начала учить немецкий язык. И сказала ей вот так. Я из-за этого начала учить немецкий язык. Она поржала и сказала, что это правда, что я никому не рассказывала. Момент истин. Почему я начала учить немецкий язык? Да-да-да. Мне нравился только я хоть так. Да, можете закидать меня помидорами, камнями, туфтными яйцами. Ну и всем другим, чем вам хочется. Самое обидное, это когда я сюда приехала, и мне уже больше не нравились. Как это обычно в жизни бывает. Я никогда не хотела на их концерт, даже и не хотела, потому что я их уже на количество времени вообще не слушаю. Переросла. Мы начали учить немецкий. Я тогда еще подумала, что я делаю? Я там была в седьмом или в шестом, уже не помню. На тот момент я себе казалась уже просто вообще взросли некуда. В общем, я выучила немецкий язык очень хорошо. Мы поехали на два месяца. Я еще одна девочка в Германию по обмену в разные семьи. Я тогда была в Ольденбурге, она в Ганновере. Я приехала домой. Люди у меня, семья, которая у меня взяла, они были очень милыми. Он и она, такие уже старички, без детей, просто вообще милахи. Но я их, конечно, доводила, потому что я плакала день и ночь. Маме, 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 маме. Все, на следующий день я пошла в школу. Вы знаете, как трудно в подростковом возрасте, в подростковом классе, когда ты не можешь связать двух слов, найти друзей. Это очень сложно. Или вообще объяснить, что ты хочешь и что ты там делаешь. У них еще были такие предметы, которых у нас никогда не было. Музыка. Искусство. Я на этих предметах просто стояла и думала, да фак, я ничего не могу, что-то кто-то лепит. А я даже не могу спросить, что мне... Точнее, я спрашивала, что нужно делать, но не понимала, что мне, как бы, в ответ говорят. А так у вас будет хотя бы какое-то представление о том, сколько нужно в месяц вам денежек, чтобы проживать в Германии. Первое, это, конечно же, жилье. Лично я плачу за свое общежитие 280 евро в месяц. У меня апартаменты. Это общежитие от университета. Есть и другие виды общежития, где можно платить чуть поменьше. Но меня, в принципе, никто не спрашивал, какое было свободное. Туда меня и поселили. Если очень постараться найти подешевле, если город маленький, оно будет дешевле, минимум на еду тоже можно снизить. И за телефон можно, в принципе, не платить и не подключать интернет на телефон. Ну, интернет, наверное, дома все-таки каждому нужен. Но, может, вам повезет, в вашем общежитии интернет будет бесплатный. Опять же, ваш минимум месячный, он снизится. Поэтому, опять же, не пугайтесь, это индивидуально мой личный минимум на месяц, который мне нужен. Что же я делал, когда попал в Германию? Первые полтора года я усиленно учил немецкий язык. Значит, сначала я посещал курсы до уровня B1, сдал успешный экзамен, и потом начал посещать курсы уже уровнем повыше, до уровня C1. Я посещал эти курсы при Мюнхенском университете, который называется LMU. Кстати, он находится буквально недалеко, 200-300 метров от того места, где я сейчас нахожусь. Это были очень сильные курсы немецкого языка. Длились они 8 месяцев с экзаменами на разных ступенях. И если вы не сдаете экзамены, то вы не можете просто учиться дальше. Это не такие курсы, где я заплатил деньги, и я могу учиться дальше. Нет. Если вы не сдаете экзамен, дальше вас не пропускают. По окончанию моих курсов я уже начал работать в одной телевизионной компании. Я устроился на работу в одну небольшую немецкую телевизионную компанию. Организовывал съемки в России, различные съемки для немецкой программы «Галилео». И как переводчик, и как организатор этих съемок летал со съемочной группой в Россию. И мы снимали там репортажи на разные темы. Естественно, мне нравится Мюнхен, и не только потому, что я здесь живу. Это город очень удобный для жизни. Это город, где не нужно торопиться. Жизнь здесь течет размеренно, все очень медленно. Мне очень нравится, что, например, от моего дома и до центра города моя дорога занимает все около 15-20 минут. Мне не нужно ежедневно по 2 часа терять в пробках, стоять. Это очень красивый город, красивая архитектура. И что еще немаловажно, это самый юг Германии. И рядом с нами находятся Италия, Чехия, Швейцария, очень много стран. Например, до Венеции от нас всего где-то около 500 километров. То есть можете представить, можем сесть в машину, и буквально через 4-5 часов мы уже будем в Венеции. Это прекрасно, я считаю. Потому что переезд в Германию, это означает, что вам нужно получить здесь официальную работу и получить немецкую визу национальную. Моя тема, все, что связано с строительством, ремонтом и отделкой. И я как раз вот по этой теме и искал в себе работу. Тоже через этот сайт Germany.ru. Я составил хорошее предложение, рассказал, что я умею. Прикрепил одну фотографию к своему объявлению, чтобы люди сразу... Ну, фотография была эффектная, чтобы люди сразу понимали, что я делал. И таким вот образом мне удалось найти прямого работодателя. Просто немеренно звонил разных... Звонили, писали, разные посредники. Это я рассказываю из своего личного опыта. То, что я прошел, как я себе работу нашел. Всем привет! Извините, что так долго не было видео на этом канале. Но на то были причины. И одна из причин, это то, что мне наконец-таки дали визу. Эту гребаную визу, рабочую в Германию. И через несколько дней я отчаливаю. И в тот момент, как только мне ее дали, сразу же появилась куча всяких дел, которых нужно успеть сделать до отъезда из родины. Минимум на 8 месяцев. Каждый раз нам до последнего ее не дают. У меня уже были куча сомнений, что дадут, не дадут. Из-за того, что у меня какие-то штрафы, то, что, не знаю, кризис, санкции, еще что-то. И вот дали ее, получается, где-то за 5 дней до... За 6 дней примерно до отъезда. То есть я нашел себе работу уже в довольно преклонном возрасте. 56 лет. Я думал, все, уже тупик. Как ни странно нашел. То есть, почему я нашел? Потому что многие немцы уходили с этой работы. Работа связана с командировками. Надо работать по 10 часов. И, кстати, сказать, человек был больше заинтересован в этой работе, взять меня на работу, чем я. Мне даже было очень удивительно. Он там спросил несколько теоретических, практических вопросов. И все. И пытался мне рассказать, как хорошо на этой работе, как-то много оплачивают. Что-то там я заподозрал, что-то здесь не то, какой-то подвох есть. Когда я начал работать, я понял, да, действительно. Работа по всей Германии, командировки. Иногда в субботу едешь, иногда в воскресенье. Короче говоря, везде, всю неделю ты где-то. Но, есть и плюсы. Ты смотришь другие города, знакомишься с достопримечательностями, условия проживания. Мотель, как минимум, три звезды, завтрак. Довольно неплохо. И хочу сказать, что знание языка здесь требуется минимум. Но надо уметь читать, писать. Там есть еще такая штучка, как чат. Чат короткий, там немецкие фразы, достаточно уровня А1. И можно работать. То есть, говорить там с немцами, естественно, ты не журналист. Тебе не надо там что-то рассказывать. Ну, хочешь, конечно, если хочешь попрактиковать язык, так все там. Специально провоцируешь кого-то, выводишь на разговор, да, с тобой говорят. Но не так, что тебя понимают, и ты понимаешь, что они тебе действительно хотят сказать. То есть, ты догадываешься. Ты улавливаешь смысл. Вот что я хочу вам сказать. Если у вас не такие уж знания немецкого языка, или вы боитесь его, начните учить. Через полгода вы, по крайней мере, будете владеть какими-то простыми фразами. Будете понимать. Этого будет достаточно, чтобы работать. Если вы, конечно, специалист, владеете какой-то профессией. Как вы видите, снимаю совершенно в пустой квартире. Думаю, будет вам заметно, что в комнате эхо, потому что она практически полностью пустая. Единственное, что у нас здесь было, это матрас, который нам любезно предоставил на время начальник моего украина. Ну, вот мы уже здесь неделю живем, и немножко уже кое-чего заказали. Я, конечно, не забыла, но действительно, это огромнейшая разница с Россией по сравнению с тем, какое давление оказывают в России люди друг на друга, особенно на молодых девушек, вот с этим вопросом. Ну, когда уже? И главное, непонятно, когда и кто посадил это зерно в наши головы, что действительно есть какое-то расписание жизни, знаете. И почему люди когда-то, с чего это пошло, что люди решили, что имеют право говорить это другим людям и поторапливать, и спрашивать об этом. Здесь все совершенно не так, у каждого жизнь индивидуальная, вообще есть такое направление, вот направленность на индивидуальность человека. И когда ты почувствуешь, тогда ты это и сделаешь, когда тебе нужно, или никто не будет спрашивать, никто не будет поторапливать этими вопросами. Такого здесь нет, я уже к этому привыкла, мне это безумно нравится, я искала в жизни такого отношения между людьми, и здесь я его смогла вполне себе найти. Уехать очень просто, уехать очень легко, главное желание, возможности всегда есть, учите немецкий язык, стремитесь, и у вас обязательно все получится.